Форум развития малых городов и исторических поселений прошел в Нижнем Новгороде. Там была делегация Чуваши, в том числе главный архитектор республики Александр Шевлягин. Александр Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я начну с такой неожиданной ноты. Население малых городов у нас все равно убывает. Почему люди уезжают? Потому что нужно где-то работать и нужно зарабатывать. Как вы думаете, в таких реалиях, в нынешних условиях, стоит ли вообще тратиться на парки и на набережные, например? Или уточню, почему это все-таки важно делать? Я считаю, что стоит. Во-первых, чем комфортнее среда будет в малом городе, тем народ будет задумываться, уезжать из этого или не уезжать. Тем более, на сегодняшний момент молодежь, в принципе, очень многие работают как в фрилансе, дистанционно. То есть жить в комфортном месте, в окружении красивой природы и работать удаленно, и получать такие средства, допустим, как в Москве. В принципе, это многого стоит. Поэтому тот уровень комфорта, который будет постепенно достигаться, я думаю, он будет как раз драйвером, чтобы привлечь нам обратно людей. И плюс еще любой город, исторический, не исторический, мало, они практически все исторические, привлекают еще очень много туристов. Чем больше, скажем так, будет привлечения туристов, тем больше будет людей, которые обслуживают их. Естественно, рабочие места дополнительно. Плюс, где много народу, там, естественно, и торговля подтягивается, какие-то услуги подтягиваются. То есть опять появляются дополнительные рабочие места. Вы очень часто выезжаете на объекты, которые благоустраиваются в программе формирования комфортной городской среды. Мы ездим с вами иногда. И вот часто хочется сказать, ну да, лучше, конечно, что-то делать, чем ничего не делать. А все-таки есть примеры у нас в республике, или, может быть, не у нас в республике, реализация проектов, которых вам действительно нравится, как архитектуры. Ну, и в республике есть хорошие примеры. Возьмите тот же Кадетский парк, сквер, вернее говоря, в первую очередь, Кадетского парка. Ну, столица – это отдельная тема, на самом деле. Ну, возьмите тот же Ядрен. На сегодняшний момент, скажем так, не такие большие деньги затрачены. Но эффект очень большой. То есть вокруг очень много многоквартирных жилых домов, шикарная территория большая. Плюс там даже сохранили старые деревья, которые тоже свою деменку вносят. И я считаю, что это очень положительный пример. Так, Ядрен. В Урнаре – очень хороший пример. Там тоже есть жилая группа из трех домов стоящие. Там тоже получается такой компактный, уютный двор. Ну, и на сегодняшний момент, после реализации вот этого проекта, там тоже, я думаю, будет очень все замечательно. А если общественное пространство брать, какой-нибудь парк, да, где-нибудь в селе или деревне, помните? Опять те же Урнары. Да, сами видели, какие там парки. Тем более, они в этом году участвовали в конкурсе в республиканском. И вышли победителями в республиканском конкурсе, были уже на федеральный уровень отправлены. Единственное, что они, конечно, не победили в этом году почему-то. Но, я думаю, все еще впереди. Вот вообще тенденции, которые есть в столицах, да, в городах Казани, например, там, в Чебоксарах, возможно. Вот этот вот эко-стиль интересный, да, использование дерева, оно, конечно, наших муниципалитетов, оно только еще начнет добираться. Но если говорить прямо от самых свежих новых тенденций, которые вы видели на форуме, может быть, что там, какой сейчас, каким сейчас видят специалисты современное хорошее общественное пространство? Ну, во-первых, скажем так, полет фантазии наших проектировщиков, он безграничен. Эти новые материалы появляются. Ну, я считаю, что вот этот эко-стиль, он еще не в полной мере себя исчерпал, он только набирает обороты. На сегодняшний момент вот мне понравилась очень хорошая идея, то, что сейчас в Москве разрабатывается, это система висячих садов. То есть это обьются определенные модули емкости, туда засыпается растительный грунт, они тоже разные по высоте, и получается, как из лего вот этими зелеными модулями можно формировать пространство. И тем более эти модули, они динамичные, передвижные. Эту картинку можно менять, ну, каждый месяц практически. И плюс они еще не зависят от сетей. Можно и на электричество поставить, и все прочее. При любой аварии это быстро все разбирается, и как бы особо ущерба не приносит. Ну, вот звучит, как фантастика для республики. Как думаете, когда появится у нас где-нибудь, например, в Бурнарах? Мы уже над этим работаем. Так, еще какие есть интересные тенденции. Вы сказали, что это объединение, да, до того, как мы с вами начали беседу, что объединение двух программ, умный город и комфортная среда. Здесь что? Да, здесь тоже, скажем так, перспективы безграничные. Если взять развитие всех этих электронных гаджетов, электронных систем, то на сегодняшний момент некоторые площадки, уже есть примеры этому, которые используют, скажем, те же экраны всепогодные с установкой динамической. То есть они могут круглый год, ну, скажем так, транслировать те же мультики, те же познавательные программы уже непосредственно прямо на площадке на детской. Почему бы не совместить игру, скажем так, с обучающимися процессами? Да, хватит сидеть за компьютером, иди погуляй. Ребенок идет погулять, сидит там, да, смотрит мультики. Нет, он, скажем так, может двигаться, то есть, допустим, ту же зарядку проводить, да, то есть те упражнения, которые показывают на экране, он исполняет сам. Потому что, ну, дети, они у нас как магнитофон, то есть то, что запишешь ему на пленочку, то он и будет делать. Ну да, как танцмашины же есть, да, которые дети действительно двигаются. Как вы думаете, существует ли такая проблема для России, когда у нас пока преобладает в плане благоустройства дизайн, а не планирование? Ну, проблема вообще у нас пока вот именно в этом направлении очень большая, в каком плане. То есть очень мало специалистов, которые пока увлеклись этой темой. Молодые еще как бы готовятся, а в возрасте они, ну, не работали в этой области, особого желания нет. То есть они привыкли заниматься объемами, заниматься там планировочными какими-то задачами городскими. А вот именно создавать комфортную среду пока еще мало специалистов. Скорее всего, в небольших, да, таких вот малых городах? Ну, нет такого понятия. Большой, маленький можно любую задачу решить очень качественно и очень грамотно. Будь то маленький город, большой город, это зависит от объема. Просто здесь должна быть любовь к этому делу. У нас просто пока таких специалистов очень мало. Мы пытаемся, привлекаем молодых специалистов, привлекаем ландшафтных архитекторов. Вот у нас сейчас появилось в республике два ландшафтных дизайнера. Ну, архитектора. Целых два, да. Это очень дорогого стоит. Уже очередь на них стоит, по большому счету. Хотя они еще только закончили вуз, у них еще опыта маловато. Но, тем не менее, у них желание очень большое. Они сами местные и тем более хотят свои, скажем так, то, что они получили знания, использовать именно в республике. А вот муниципалитеты, они будут пользоваться как раз услугами этих, пусть пока двух, ландшафтных дизайнеров? Очередь. И исправляют сами силы. Очередь. То есть они уже стоят. Конечно, конечно. В рамках форума у нас состоялось открытие конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, исторических поселений на 2020 год. Вот, я так понимаю, что это тоже означает не просто диплом, что мы молодцы победили, что это финансирование. Естественно. То есть на сегодняшний момент Ядрин получил 40 миллионов. То есть Ядрин нас уже победил в прошлом году. Я просто, да, телезрителям напомню, получил сколько миллионов? 40 миллионов. Это пока именно для проектирования или это на реализацию? Нет, это на реализацию. Вместе спроектировали. Ну да, я что-то немножко загнула на проектирование 40 миллионов. Да, тут мы полуядренно бы запроектировали. Согласна. Так, получается, там идет пока проектирование. Когда реализовывать начнем проект? До конца года должен быть заключен контракт с той подрядной организацией, которая будет реализовывать проект. Но до этого нужно сделать проект, пройти экспертизу, получить положительное заключение и уже на основании этого положительного заключения объявлять торги. Но, скажем так, финишная точка – это 30 декабря этого года. Должен быть подписан контракт на исполнение. И уже в течение 20-го года до 30 декабря 2020 года должен быть исполнен проект. Реализован. Да. Глядя, видимо, на Ядрин, у нас в этом году принимают еще пять муниципалитетов участия. Канаж, Мариинский посад, Алатарь, Цивильск и Козловка, вы сказали. Вот здесь каковы шансы вообще? Видели проекты? Ну, проекты пока в стадии разработки. То есть некоторые города типа Мариинский посад уже пытались один раз участвовать, не получилось. Канаж пытался, не получилось. Но, тем не менее, шансы есть очень большие. Мы у этих проектов уже учитываем те ошибки, которые были совершены, какие-то недоработки. И поэтому мы надеемся, что большая часть этих городов, она победит. По крайней мере, задача такая ставится. Да, пожелаем им удачи. И я напоминаю, что мы беседовали про развитие малых городов и их благоустройство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!